Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В первой половине 2017 года число погибших на дорогах Кировской области по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилось на 15%. 57 человек, пострадавших на 10,5-764 человека. В основном смертельные аварии, сообщило региональное управление ГИБДД, происходили на загородных трассах. Количество выявленных нарушений ПДД – 270 тысяч, большинство благодаря комплексам фото-видео фиксации. Число водителей, задержанных за пьянку или отказ от прохождения теста на алкоголь – почти 3 тысячи. Трасса 101 Независимая оценка квалификации водителя. Ее собирается внедрить в Министерство транспорта. Процедура будет обязательна для тех, кто трудится шофером. И таксистов, и дальнобойщиков, и водителей спецтранспорта, и так далее. За отказ от прохождения экзамена гражданину будет грозить увольнение. А за успешный результат его, возможно, поощрят повышением зарплаты. Трасса 101 За два последних года российские водители нанарушали правил почти на 150 миллиардов рублей, а заплатили в казну, говорится в отчете счетной палаты, 125 миллиардов. Самая распространенная сумма штрафа – 500 рублей. За превышение скорости на величину от 20 до 40 километров в час. Введение 50-процентной скидки при быстрой оплате штрафной квитанции собираемость штрафов не увеличила. Трасса 101 На автодорогах федерального значения до конца этого года начнется строительство зарядных станций для электромобилей. Первые такие устройства появятся на трассах Дон и Кавказ. В планах инвестора разместить зарядки так, чтобы на электрокаре можно было проехать от Калининграда до Владивостока. Ранее российские власти выразили надежду на скорый рост спроса на электрические авто. Очередной перл, касающийся превышения скорости. В Ульяновске дорожная камера поймала микроавтобус «Газель», разогнавшийся до 233 километров в час. Владелец машины оказался не из робких и пошел разбираться в ГИБДД. Люди там оказались понятливые и со словами «так не бывает» постановление аннулировали. Похожий инцидент был несколько дней назад в Тольятти. Письмо счастья там получил водитель МЧС, якобы раскочегаривший служебную «Ладо 4х4» до 206 километров в час. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101